История о моей несчастной любви. Ну, короче, живу я себе, ну, где-то в шестом, или в конце шестого, где-то так. Я уже не помню, если честно, но история, конечно, ранит. И вот, я сижу на лавочке, жду своих подруг, которые, кстати, меня передано, это не важно. И потом, я вижу его, того, в кого влюбилась, и начинаю с этого дня видеть его каждый день по несколько раз. На переменах, что-то типа того, короче, я подумала, вау, это судьба, надо все, надо, надо. Ну, я девочка стеснительная, да и то я всегда слышала то, что девочки никогда первыми не признаются. Я сидела, ждала, пока он не признается. Ага, размечталась. Потом, я, короче, нашла себе новую подругу, ну, тогда была просто ссора с подругами. И эта подруга, ну, то есть, как сказать, я была очень наивной, все рассказала о моих слабостях и так далее. И все началось. Эта, так сказать, подруга предала меня, что-то там сделала, ну, короче, опозорила меня по полной. Я говорила то, что не умею играть в волейбол. Она этим воспользовалась. А я говорила то, что я люблю его. Она этим воспользовалась. И в седьмом классе я услышала то, что они уже встречаются. Нифига себе. А еще она в конце шестого класса всегда не удаляла свой чат, ну, свой чат с ним. И хвастла, смотри, как мы ночью все писали. И мне было очень...